В 2013 году мы с моим другом открыли первую точку под брендом Папа Гриль. Я выпускник школы-интерната. Я жил в такой бедной семье, что иногда даже и кушать не было. Компания Папа Гриль. Это более 140 проданных франшиз. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Гробовский. Я не профессиональный спикер, но меня часто приглашают на подобного рода мероприятия, так как я являюсь бизнесменом-самородком, выпускником школы-интернат, и моя история действительно мотивирует. Хотел бы начать с описанием своих проектов, над которыми я сейчас плотно работаю. Хочу выделить первую компанию, называется она Бюро. Это холдинг проектов, связанных с общепитом, масштабированием и франчайзингом. Это управляющая компания, компания Папа Гриль. Второе – это брендинговая студия Пакер. Это тот ключевой мой помощник, который помогает мне создавать и реализовывать мои бизнес-идеи и превращать их в реальный бизнес. Компания Resto Group, Resto One Group, не так давно запущен этот проект. Это проект связан с ресторанным консалтингом. Он помогает навести порядок в ресторанах и запускать рестораны с нуля. Компания Broker Group разрабатывается сейчас первый бизнес-маркетплейс в России, который будет помогать продавать и покупать готовый бизнес. Салон красоты Lush & Fabs, барбершоп Portak – это первый барбершоп, который открылся в Крыму, по сей день функционирует и масштабируется по модели франчайзинга. Пиццерия Krast – это бизнес-идея, которая в ближайшее время тоже реализуется. Ресторанная оранжерея – это ресторанная сеть, которая расположена в Крыму. Это культовые места в городе Севастополь и Симферополь. Пекарня Коржик – тоже бизнес-идея, которая в ближайшее время реализуется. Мой YouTube-канал, так нашумевший моими видео про фейковых миллионеров, рекомендую к просмотру. И компания Papa Grill – это более 140 проданных франшиз в четырех странах мира. Но давайте посмотрим, что с ней произошло сегодня после пандемии. В 2013 году мы с моим кумом, с моим другом открыли первую точку под брендом Papa Grill. Мы очень сильно подготовились и попробовали, наверное, все возможные хот-доги на Крымском полуострове. Как правило, это было всегда пол батона, сосиска из бумаги и полкило капусты с майонезом. Проработав рецептуру и упростив концепцию нашего хот-дога, добавив туда настоящую мясную сосиску, мы проявили удивление у гостей и жителей города. И на городские праздники на нашей торговой точке собиралась очередь в 100 метров, бывало и больше. Проект настолько стрельнул, что мы сами не готовы были к этому успеху. И через год мы уже открыли 12 собственных торговых точек под брендом Papa Grill. Каждый год, каждый сезон нашими гостями оставлялись визитки и просьбы открыть наш концепт у себя в городе, либо где-то по Крыму по модели франчайзинга. Через год у нас уже была 21 собственная точка и 4 работающие по франшизе в Крыму. Проект Papa Grill работал, но мы не останавливались на достигнутом и всегда искали какое-то помещение под открытие собственного ресторана. В 2016 году был открыт первый ресторан под брендом Оранжерея в городе Севастополе. На сегодня это два открытых предприятия в городе Севастополе и Симферополь под этим брендом. Это культовые места в этих городах. И если вы будете в Крыму, обязательно посетите наши рестораны. Там очень классная кухня. После того, как мы продали торговые точки по франшизе, я понимал, что точки работают только тогда, когда ты находишься локально рядом с ними и можешь приехать буквально за час и посетить любого франчайзи и проверить его на стандарты и качество продукта. Я задумался над упаковкой этого проекта во франшизу и запуск франшизы на материк. В 2017 году это было порядка 100 проданных франшиз в трех странах. Это Казахстан, Украина и наша Россия. Работая в Крыму и продавая франшизы в регионы, у меня начали появляться партнеры из городов-миллионников. Это Красноярск, Санкт-Петербург и Москва. Мой офис и мой отдел сопровождения и я не был готов на вопросы от наших партнеров из городов-миллионников, так как наш Крым — это небольшой регион, и у нас нету больших торговых центров, у нас нету больших игроков, как это присутствует на материке — это KFC, Subway, Burger King. И нам было сложно конкурировать с этими сетями, когда я находился в Крыму. И было принято мною решение о переезде в столицу для распаковки офиса и управляющей компанией «Папа Гриль». После переезда в Москву я распаковал здесь офис и нанял профессионалов, и в 2018 году у нас было уже 136 проданных франшиз. Прошу заметить ваше внимание, проданных франшиз — это не означает открытых. И на сегодняшний день, после пандемии и сложного нашего периода, к сожалению, выжили немного наших партнеров. Это 34 города, 34 региона и 41. Тут неправильно, я сегодня нашел еще две торговые точки. Они все откликаются на мои просьбы, на мои звонки. И кто заново открывается после пандемии, у кого удается это сделать. На сегодняшний день это 41 работающая торговая точка в трех странах. Это Россия, Украина и Казахстан. Хочу поделиться своими планами на ближайшее время. Это запуск 150 торговых точек под управлением управляющей компании. Прошу заметить, что не каждому будет сейчас утверждено право работать по франшизе. Так как работать по франшизе мне практика показала не очень удачная практика. Так как предпринимательство в нашей стране слабо развитое. И многие, кто покупает франшизу, думают, что это волшебная таблетка. И вот-вот сейчас бизнес попрет. К сожалению, это не так. Нашему поколению нужно учиться, нужно практиковаться, нужно работать в больших компаниях. И после только этого захотеть в предпринимательство. Ну что, друзья, мы поговорили про мой бизнес-опыт. Я хочу поделиться с вами пятью принципами, которые меня сопровождают и помогают мне достигать результатов сегодня. Первый из них – связи решают. Как я уже и говорил, я выпускник школы-интерната. Но я попал туда по семейным обстоятельствам и жил в достаточно бедной семье, что, возможно, меня и мотивировало выбраться из этого положения. Я жил в такой бедной семье, что иногда даже и кушать не было дома. Я всегда стремился находиться в компании обеспеченных ребят, как принято их называть, мажорами. Я всегда стремился к общению с этими людьми, занимался экстремальным видом спорта, роликовыми коньками. И был видным парнем, ходил с дредами, тусовался в центре города, прогуливая свои уроки в интернате, сбегая оттуда по вечерам, чтобы провести время со своими друзьями в детстве. И как-то я увидел объявление на столбе «Отбор в команду КВН». Такая была крымская у нас лига, и я пошел на этот конкурс. И там познакомился с человеком, который мне помог с первой моей работой. У него были в собственности несколько ресторанов. И он меня задает вопрос. Он видит, что я видный парень. Когда мы идем вместе по городу, со мной здоровается много людей. И он мне однажды позвонил и сказал, «Дима, у тебя нет знакомого арт-директора?» Я сказал, «Кирюха, конечно, я спрошу, помогу тебе». Пару дней я был в раздумьях, интересовался, кто такой арт-директор, какие обязанности входят в эту должность для того, чтобы ему помочь с этим вопросом. Но как-то вечером в раздумьях я набрался сил, мужества, и набрал Кириллу и сказал, «Кирилл, можно я попробую?» Он сказал, «Да, конечно, Дима, я тебе очень рад. Мне тогда было 15-16 лет. Я был вообще малой. Я пришел в заведение. Тогда было первое мероприятие. Я ему помог». И он мне сказал, «Дим, приходи, помогай нам с вечеринками, помогай нам с афишами». Я занимался расклейкой афиш, работал с гостями, с акциями, с лояльностью для наших посетителей. Ну, шло время, и школу я свою забросил, не придя в девятом классе на экзамены, так и не имею сейчас до сих пор какого-то табеля, аттестата, как это принято. Говорит, «Ну, не жалею об этом, но не призываю никого бросать школу или институт для бизнеса. Все, что случилось со мной, это индивидуально произошло, и я благодарен своей судьбе и интуиции за то, что так сложились обстоятельства и помогли мне достигнуть тех результатов, которые я имею сегодня». Так вот, работая арт-директором, я начал вникать в ресторанный бизнес, начал работать и подрабатывать официантом, позже барменом. Через время я разошелся с Кириллом, потому что они начали ругаться с учредителями, пошел по другим заведениям работать арт-директоров и доработался до арт-директора ночных клубов и промоутера, организатора мероприятий. Я начал делать привозы в свой город. Это первые туры группы Boombox, Quest Pistols, группа Karate, Arctic и так далее. Второй принцип, о котором я хотел бы с вами поделиться, — это идти в неизвестность. Когда мне уже было 19-20 лет, каждый молодой человек или, ну, неважно, стремится к чему-то большему. Каждый из нас, кто живет в регионе, задумывается о переезде в столицу для достижения и проверки себя. Так и я отправился в город Киев, чтобы проверить себя. Я очень много времени тратил на собеседование, и как-то раз я обратился к тому же Кириллу, который мне помог с первой моей работой. Это возвращаемся к первому моему принципу. Говорю, Кирилл, есть ли у тебя знакомый в Киеве? Он меня свел с человеком. На тот момент Денис работал управляющим такого развлекательного комплекса «Арена Интертеймента». Он находится в центре Киева. Это глобальный очень проект. Я прихожу к нему и говорю, «Денис, помоги мне с работой. Вот у меня есть опыт в Крыму, но это не означает, что я буду востребован здесь, в столице». У них открывался новый проект в Днепропетровске. Меня отправили туда в качестве директора. Проработав там год, мы организовывали первый тур «Нагана» и «Басты». Мы привозили Дэд Гуэту, Жаким Гаро и остальных артистов первого эшелона российской, украинской и мировой эстрады. Как я уже говорил, что каждый из нас хочет себя попробовать. И на тот момент мне казалось, что я уже достиг каких-то высот и начал задумываться о своем бизнесе. И мне хотелось бы уже иметь свой небольшой ресторанчик, либо что-то свое. Я возвращаюсь домой, но уверенном, нифига себе, я привозил Дэду Гуэту и делал такого масштаба концерты. Сейчас у меня здесь все получится. Как я уже говорил, что я вырос не в обеспеченной семье. И денег особо у родителей или у родственников попросить негде было, а у друзей было попросить стеснительно. Так как я уже имел какой-то определенный статус у себя в городе, да, нифига себе, наш Дима покоряет Киев, покоряет столицу. И было принято решение мною заложить квартиру, чтобы открыть свой ресторан. Это был частный займ, это был небольшой ресторан под названием Великий комбинатор. Там было 40 посадочных мест. Ну что сказать, следующий мой принцип – это ошибки учат зарабатывать. Чем больше тратим мы сегодня, тем больше мы зарабатываем в будущем. Об этом мне дал мой опыт с моим первым рестораном, где я просто не справился. Так как я был маркетологом, арт-директором, я мог обеспечить гостями какое-либо заведение, но во внутрянку, в кухню, в калькуляции, в методологии, в эти процессы я никогда не вникал. И работа над фудкостами, костами, и заработной платой, и маленьким оборотом дало мне такой негативный опыт по ведению ресторанного бизнеса. Но, как я уже и сказал, что ошибки учат зарабатывать. Не имея тогда ресторана и этого факапа, я бы сегодня не справился бы с теми проектами, которые у меня имеются на сегодня. Поэтому фиксируем третий принцип. Чем больше тратим мы сегодня, тем больше зарабатываем в будущем. Понимание своих ошибок и своего определения. Однозначно этот факап мне дал очень большой опыт. Я потерял ту квартиру, мне пришлось ее продать, чтобы отдать эти 8 тысяч долларов, которые я занял. Я приобрел квартиру по паевому договору, которая строилась, так и не достроилась. То есть зачастую мы думаем, что мы профессионалы во всем, но, к счастью или к сожалению, это не так. Поэтому я всегда находился в поиске партнера, потому что, понимая свой негативный опыт по открытию ресторана и его закрытию, я понимал, что цифры не мое. И за свою практику я выявил несколько типов людей, которые должны работать в команде. Это человек искусства, это человек движения, это тот идейный вдохновитель, который придумывает идеи, создает движение, создает команду, которая мотивирует всех вокруг для достижения результата. Я считаю, что этот человек не обязан вникать в цифры, но это не означает, что он не должен в них разбираться. И человек цифры, который все считает, не допускает кассовых разрывов и максимально погружен в достижения финансовых результатов. Только тогда эти люди смогут прийти к чему-то большому. Четвертый мой принцип — это видеть во всем конечный результат. Я не знаю, откуда у меня в характере есть эта черта, черта интуиции и понимания, за что бы ты ни взялся, ты должен видеть, что случится с этим проектом в его конце. Либо это будет продажа, либо это будет дальнейшее развитие, либо под это предприятие будут организовываться дочерние предприятия, которые будут снабжать это предприятие. Раскрываю карты, папа гриль, сеть я строил. Когда я открыл первую точку, я понимал сразу, что это будет франчайзинг. Когда я начал заниматься франчайзингом, я понял, что под эту сеть я открою и запущу производственный завод по колбасе, либо обжарке кофе. Либо у меня был второй сценарий — это продажа логистической компании, либо производителю колбасы, либо кофе, либо других ингредиентов, которые хорошо реализовываются за счет моей франчайзинговой сети. Так что четвертый принцип — видеть во всем конечный результат. Пятый принцип, ребята, семья и работа — видеть во всем баланс. Я второй раз женат и могу из практического опыта поделиться с вами, о чем я сейчас поговорю, это очень важно. Когда мы находимся в трэше дома, когда мы ссоримся со своей женой, когда нас беспокоят родственники, бабушки, когда мы просыпаемся утром и просто хотим быстрее уехать на работу и задерживаемся на работе, чтобы не приезжать подольше домой — это дисбаланс. Дисбаланс не сочетается с работой и домом. Точно так же на работе. Когда тебе не нравится на работе, ты задерживаешься на нее. Ты придумываешь отговорки тому, что у тебя заболел живот, ты не хочешь приходить на эту работу и работаешь для того, чтобы получить какие-то гонорары и деньги для того, чтобы обеспечить свои потребности, первой необходимости. То есть ты не замотивирован, ты не кайфуешь от того, что делаешь. Поэтому, когда у тебя дисбаланс на работе, ты на нее не ходишь, не кайфуешь. Ищите баланс во всем. Работа и семья — это одно целое. Работайте дома, дома работайте. Поэтому имейте и ищите этот баланс в себе дома и на работе. Так закрепим пять моих принципов. Связи решают. Помните, как я встретился с Кириллом, который помог мне с первой работы. Потом этот Кирилл мне помог встретиться с Денисом, который мне дал классную работу в Днепропетровске. Понятно, зафиксировали. Связи решают. Второй мой принцип — идти в неизвестность. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Поэтому чаще вступайте в неизвестность, чаще делайте рисковые какие-то вещи. И однозначно, как минимум, это будет практически ваш опыт. Ошибки учат зарабатывать. Третий мой принцип — чем больше тратим мы сегодня, тем больше зарабатываем в будущем. Зафиксировали. Не бойтесь. Сегодня вы потратили, слили бюджет на таргет, завтра вы будете больше контролировать своих таргетологов и не слилете бюджет. Сегодня вы заплатили кому-то больше зарплату, чем она стоит на рынке, вас обманули, вы завтра не заплатите больше. То есть сегодняшние ваши траты экономят ваши деньги в будущем. Зафиксировали. Видеть во всем конечный результат. За что бы вы ни брались, представьте, чем это может закончиться. Встреча с партнером, новый бизнес, новый стартап. Сразу задумайтесь, чем это может закончиться. Какими перспективами или как вы будете расходиться с партнером. Обязательно фиксируйте все на бумажке и не допускайте в этом ошибки. Баланс во всем. Семья, бизнес, работа, семья. Ищите баланс во всем. Договорились? Ну что действительно помогает добиваться результатов? Может быть астрологи? Друзья мои, когда я работал арт-директором, я много запутывался. Много не мог найти ответов на свои вопросы. Кто посещает различные мероприятия, он и приходит за этими ответами на свои вопросы. Так же и я. Тогда, когда я рос, в моем городе никто не знал, что такое арт-директор. И у меня было, возможно, много вопросов не только по работе, но еще и по жизни. Как молодого человека я вырос без отца. Не было возможности с кем-то посоветоваться, поинтересоваться. И в своем подростковом возрасте я обратился к астрологу, да, мне подсказал мой близкий там знакомый. Говорит, Дима, вот сходи, пообщайся. И он мне разложил карту. Знаете, что первый год она меня настолько замотивировала, настолько приподняла во мне уверенности, что подвергла однозначному какому-то успеху. На второй год, когда я сходил к нему и разгадал эту карту, он долго мне не отвечал и очень неохотно со мной встретился. И показал мне эту карту и говорит, Дима, у тебя в карте черная луна с крестом. Я говорю, да, что это означает? Он мне объяснил, что, Дима, у тебя в этом году есть два пути. Либо смерть, либо ты должен кардинально поменяться. Он меня испугал, он говорит, эта черная луна не у всех встречается. Это большая редкость. Если ты не изменишь свою жизнь, ты можешь потерять все. И в этом году у меня родилась первая дочь София. Через два года у меня родилась Ева. Именно они меня сегодня мотивируют и дают мне мощь и силы двигаться вперед и до конца. Всем спасибо, Дмитрий Гробовский. Подписывайтесь на мой инстаграм foundpaker. Всех обняв. Каждому из нас необходимо найти то, к чему мы будем стремиться и за что будем бороться. Вне зависимости от обстоятельств. Наши цели показывают, кто мы есть и кем хотим стать. На пути к ним мы встречаем кучу трудностей. Но важно понимать, неудач не существует. Существует лишь мнение. То, как мы реагируем на них, и определяет наши успехи. Научись принимать поражения, использовать их себе во благо. Ведь успех — это всего лишь преодоление препятствий, без потери энтузиазма. Побеждай или учись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И с каждым новым разом поднимай планку. Делай то, на что вроде бы не способен. Не задумывайся о пределе возможностей. Делай то, чего сделать не можешь. Если это получилось у меня, значит получится и у тебя. Слово Субтитры создавал DimaTorzok